Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шары. Коротко об основных темах. Ключи в новую жизнь. В Самаре 14 детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей, получили жилье. Стратегию развития Самары рассмотрели и утвердили на заседании Городской думы с участием главы города Елены Лапушкиной. Также депутаты приняли проект бюджета на 2023 год. Самарцы на железнодорожном вокзале встречали необычный поезд. Во властную столицу прибыла передвижная резиденция Деда Мороза. Ключи в новую жизнь. В Самаре 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилье. Ключи от новых квартир вручили губернатор Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Наша съемочная группа побывала на торжественной церемонии и пообщалась с новоселами. Репортаж Светланы Кудрявцевой. Радостные лица, подарки и поздравления. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина вручают молодым жителям Самары ключи в новую жизнь. Белинский Игорь. Встречаем всех аплодисментами. С 15 лет Игоря воспитывал дедушка. Новоселами стали 14 девушек и юношей. Некоторые из них в детстве остались сиротами, у других родителей лишили прав. Кто-то жил в приюте, кто-то в приемных семьях или у опекунов. Но теперь эти молодые люди обрели собственный дом. Друзья мои, вы теперь полноправные хозяева своего жилья. Пусть поселится в этом доме счастье, радость, радость побед, достижение добрых человеческих отношений, любви и добра. Я от всей души вас поздравляю еще раз с новоселью. Молодые самарцы получили жилье в новостройках на 18-м километре Московского шоссе. Рядом есть магазины, торговые центры, школа, детский сад и поликлиника. В числе новоселов Ксения Ведяпина. Сейчас она учится на четвертом курсе Самарского государственного технического университета. Занимается техносферной безопасностью. С 11 лет Ксения жила с бабушкой и дедушкой, а теперь будет обустраивать собственную квартиру. Здесь уже сделан чистовой ремонт, установлены все приборы учета и сантехника. Я пока в шоке, очень так удивлена и радостно, безумно радостно, что это моя собственная квартира, полноценная. Все-таки 39 квадратных метров практически, с минимальными удобствами. Поэтому я очень рада, очень благодарна. Транспортная развязка удобная, потому что здесь, если, допустим, имеется свой транспорт, можно на Кольцово ехать и на Московское шоссе, и на Волжское шоссе. Меня устраивает транспортная развязка. Я сегодня добиралась из института сюда на автобусе, в принципе, проблем никаких не составила. В этом году на жилье детям-сиротам из областного бюджета выделено более миллиарда 300 миллионов рублей, свыше 116,5 миллионов из бюджета города. В случае, если у ребенка менее учетной нормы, либо нет вообще жилья, мы такого ребенка в 14 лет вставим на очередь. Когда исполняется 18 лет, у них уже возникает право предоставления жилья. Конечно, на сегодняшний момент не все в 18 лет могут получить это жилье, но в Самаре действует норма. Это предоставление ежемесячной денежной выплаты на наем жилого помещения до того момента, пока ребенку не будет предоставлено жилое помещение. За четыре года в Самарской области новое жилье получили 2706 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В этом году квартиры получат 867 человек. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Стратегию развития Самары рассмотрели и утвердили на заседании Городской думы с участием главы города Елены Лапушкиной. Также депутаты приняли проект бюджета на 2023 год. Приоритетной задачей бюджетной политики остается обеспечение надежной социальной защиты самарцев. На заседании побывала Светлана Кудрявцева. Бюджет Самары на 2023 и плановый период 24-25 годов сохранит свою социальную направленность. Документ рассмотрели и приняли депутаты Городской думы на очередном заседании при участии главы города Елены Лапушкиной. В главный финансовый документ заложено софинансирование нацпроектов, федеральных и региональных программ, проектов по строительству и ремонту образовательных, спортивных учреждений, дорожной и коммунальной инфраструктуры. 50% у нас направлено на социальную политику. Конечно, для нас приоритетными задачами остается и выплата заработной платы, выплата социальных пособий. Несмотря на все сложности, с которыми мы с вами столкнулись, в следующем году мы продолжим работу по расселению людей из аварийного фонда в рамках национального проекта. Вы сами слышали, какие беспрецедентные суммы нам выделяются. И заложено наше софинансирование очень серьезное. Хочу в вашем присутствии поблагодарить, конечно, нашего губернатора за то, что такие средства нам перечисляются. Мы с вами продолжаем строить детские сады, так, например, в промышленном районе на 240 мест. При поддержке правительства Самарской области в следующем году закупается 12 односекционных вагонов для нашего предприятия ТТУ. В следующем году продолжится ремонт школьных столовых, сохранятся темпы расселения из аварийного жилья, продолжится благоустройство парков – Молодежные, Воронежские озера и Ерикпарка. Обновится сквер Самарец. Продолжится строительство новых дорог, обновление городских магистралей, ремонт и строительство тротуаров. Мы говорим не о гипотетических планах, что вот когда-нибудь, наверное, будет, да, так сказать, сегодня мы видим изменения в уличной дорожной сети, да, так сказать, беспрецедентные миры за эти годы. У нас развязки появились в городе, да, так сказать, сначала на Московском шоссе, сегодня на улице Новосадовой, да, так сказать, дальше за какие сроки это было построено, вот, дальше перспективы развития улицы 22-го пара съезда, начало Карла Маркса, да, так сказать, и многое другое. Дальше это комплексный подход к застройке. На плановый период ближайших лет бюджет приняли бездефицитным. Параметры бюджета на следующий год за счет собственных средств выше, чем стартовые показатели текущего года на 1 миллиард 80 миллионов рублей. Главным показателем бюджета наступающего года я считаю то, что по сравнению с первоначальным планом бюджета на 2022 год у нас есть прирост, прирост составляет более миллиарда рублей, в процентном выражении порядка 6%, что свидетельствует о том, что несмотря на все те процессы, которые происходят в экономике нашего государства, доходная часть бюджета, причем я хочу заострить внимание, что это собственные доходы бюджета без учета средств вышестоящих бюджетов, которые мы, безусловно, в течение года еще получим. Собственные доходы и расходы бюджета приросли более чем на 6%. Это очень отрадная ситуация. Бюджет предусматривает средства для стабильной работы всех сфер городского хозяйства и соответствует скорректированной стратегии социально-экономического развития Самары до 2025 года. Ее рассмотрели и утвердили на заседании Думы. До этого документ одобрили на заседании Стратегического совета. Напомним, стратегию утвердили в 2013 году, но в связи с изменившимися условиями и нормативно-правовой базой документ скорректировали и внесли актуальные изменения. Однако основными принципами, как и прежде, остались открытый диалог с людьми, опыт специалистов, инновационные идеи и опора на национальные проекты. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События. Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с жителями города, на которых рассказывает об обновленной стратегии развития Самары до 2025 года. Одна из таких встреч прошла в железнодорожном районе Самары. Подробности в нашем сюжете. В 2013 году Самара стала одним из первых городов России, внедривших принципы стратегического планирования. Тогда была принята стратегия комплексного развития города до 2025 года. Разработка велась по инициативе городских властей. К ней привлекались представители профессионального сообщества и жители областного центра. Все пожелания и мнения были учтены. Стратегия оказалась успешной. Но новые времена диктуют новые требования. За прошедшие годы на федеральном и региональном уровнях приняли целый ряд важных решений. В первую очередь они коснулись реализации национальных проектов и достижения национальных целей. Все это должно было найти свое отражение в обновленной стратегии развития города. Об этом глава Самары Елена Лапушкина рассказала во время встречи с жителем железнодорожного района. Безусловно, вопрос развития города очень простой, тем не менее достаточно сложный. Понятно, что всем хочется жить в красивом, комфортном, в современном мегаполисе прямо сейчас. Но этому предшествует огромная работа, в том числе и по планированию. И у нашего города такой стратегический план уже есть. Все направления развития Самары, предусмотренные стратегией 2013 года, актуализированы и нашли свое отражение в новой редакции. На этой неделе обновленный документ прошел успешное утверждение на заседании Стратегического совета и городской думы. Во время встречи с главой Самары Еленой Лапушкиной, жители железнодорожного района получили возможность озвучить свои вопросы и предложения, которые касаются реализации стратегии. У нас в железнодорожном районе в последнее время большим культурным пространством стала и Крымская площадь, у нас появился новый театр Самарт, но хотелось бы, чтобы на большей территории у нас было побольше культурных объектов. Хотелось бы предложить, чтобы все-таки мы включили план кинотеатра «Россия» и кинотеатр «Авангард» в Запонском, чтобы все-таки жители и поселка Шмидта, и центральной части города получили больше объектов культурных. Елена Лапушкина рассказала, что проект преображения кинотеатра «Россия» прошел госэкспертизу. На его реализацию заложены федеральные и областные средства. В следующем году начнется капитальный ремонт здания. Его площадь будет увеличена. После завершения ремонта в бывшем кинотеатре разместится муниципальный молодежный театр «Мастерская». Глава города подчеркнула, что все перемены, происходящие в Самаре, зависят от активности самих жителей. Сейчас от жителей зависит очень многое. Многие решения принимаются именно жителями. Мы бюджет планируем на основании пожеланий, в том числе и жителей. У людей открываются огромные возможности по привлечению денег для решения того или иного вопроса. По благоустройству дворовых территорий, по установке памятников, вплоть до дождевой канализации. Жители поселка Шмидта рассказали, что получили сразу два подарка к Новому году от городских властей. С 1 декабря там ходят четыре автобуса вместо двух по маршрутам номер 13 и 3, что в морозы особенно актуально. Для нас это прям, мы даже на такое чудо не рассчитывали. Мы очень благодарны департаменту транспорта. Мы обсуждаем в группах, у нас многочисленные группы в Абере, обсуждаем расписание. То есть мы это все, с нами, наше мнение очень учитывается. Мы прям буквально на короткой связи с руководством департамента транспорта. Они нас слышат и мы, в общем, все довольны. Кроме того, заасфальтировали центральную дорогу, которая проходит через весь поселок. В поселке Шмидта работает много предприятий, есть речную техникум, жители возят детей в сады и школы. Мы очень долго ждали ее. Это улица 128-й километр, третий год пятилетки. Это практически до конца поселка. То есть у нас центральная проезжая часть, она теперь вся заасфальтирована. Мы очень довольны, жители очень благодарны, потому что в частном секторе эта проблема всегда стояла. Люди с удовольствием ходят по ней с палками для скандинавской ходьбы. И, в общем, просили передать благодарность Елене Владимировне за вот это вот доброе дело. Среди приоритетных задач новой редакции стратегии развития Самары до 2025 года. Повышение уровня и качества жизни населения, развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, физической культуры и спорта, повышение инвестиционной привлекательности, развитие креативных индустрий, обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления и цифровая трансформация. Встречи главы Самары Елены Лопушкиной пройдут с жителями всех районов города. Виктория Шарая, Константин Головин, События. В Самарском доме профсоюзов прошла презентация нового лимитированного дизайна транспортных карт для школьников и студентов. Их разработали на основе рисунков, которые юные самарцы прислали на специальный конкурс. Жюри рассмотрело более 50 работ. Когда можно приобрести новые карты, расскажем в нашем материале. Рисунок студентки Самарского государственного колледжа Ольги Беляевой в скором времени можно будет увидеть у многих студентов города. Именно она стала победителем конкурса на дизайн новой транспортной карты для студентов. И теперь изображение знаменитой ракеты призвано направлять молодых людей к новым свершениям. Это очень здорово, я рада. Может даже из моего колледжа кто-то будет пользоваться. На конкурс, который запустили в октябре, прислали более 50 работ. Авторами стали школьники и студенты в возрасте от 7 до 23 лет. Конкурсная комиссия выбрала самых лучших. Это было сложно, потому что было очень много работ интересных, ярких. Выбрали лучших. И вот сегодня мы уже изготовили дизайн транспортной карты школьной и студента. Конкурс провели городской департамент транспорта, областной профсоюз работников жизнеобеспечения и единый оператор «Объединенная транспортная карта». Это тот запрос, который к нам от пассажиров приходил и наша соответственно его реализация. Поэтому, еще раз говорю, это крайне важно. Это говорит о том, что мы слышим наших пассажиров. И, естественно, мы будем стараться и впредь подобные мероприятия хорошие проводить. Это является примером хорошего социального партнерства. В каждом транспортном предприятии, которое здесь участвовали, существует профсоюзная организация, которые были инициатором продвижения такой вот этой идеи. Новые карты поступят в продажу в понедельник. Приобрести их можно будет у регионального оператора транспортной карты и в почтовых отделениях города. Всего выпущено тысячи карт. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Самара вовсю готовится к новому 2023 году. В столице региона украшают улицы, заливают катки, монтируют праздничную иллюминацию. Делают все для того, чтобы самый волшебный праздник года самарцы встретили с комфортом и в хорошем настроении. Свою работу начали елочные базары, а магазины, торгующие предметами для дома, выставили на витрины самые модные искусственные деревья. По каким критериям самарцы выбирают зеленых красавиц? Какая елка лучше, настоящая или искусственная? Что практичнее и стоит ли переплачивать? С экспертами пообщалась Александра Гусева. Традиционно ближе к середине декабря на улицах города появляются елочные базары. Пройти мимо без соблазна приобрести ароматную еловую веточку не удается практически никому. Горожане подходят, чтобы рассмотреть деревья поближе и узнать о цене. Душистая зеленая елка – неизменный символ новогодних праздников. И каждый год перед самарцами встает один и тот же вопрос – какая елка лучше – искусственная или же натуральная? Живое хвойное дерево способно создать настоящую праздничную атмосферу, рассказывает Анастасия Садчикова. Ежегодно она приобретает елку в середине декабря, заранее. Это связано с тем, что запах хвои ассоциируется с праздничным настроением. Вот и в этом году Анастасия спешит выбрать главный символ Нового года и поскорее забрать его домой. На самарских елочных базарах сейчас можно приобрести сосну, пихту или ель, кому что больше нравится. Я предпочитаю сосну, потому что, во-первых, у нее иголки не так падают. С квартиры это удобнее выносить, потому что у ели иголочки тоненькие, они потом осыпаются. И плюс у меня еще домашний питомец, который елку может потеребить. Хвойные деревья различаются не только количеством веток и толщиной иголок, но и ценой. В среднем сосну можно приобрести за 500-700 рублей, а вот душистую пихту – за 4-5 тысяч. Цена варьируется в зависимости от высоты и внешних параметров. Самая хорошая елка – пихта. Она вот пахнет, вот хорошая. И вот красиво будет. На Новом году будет красиво. Вот самая хорошая – пихта. И сосна. Однако некоторые горожане, зачастую жалея деревья, предпочитают их не покупать. Далеко не все знают, что ели, сосны и пихты срублены не ради продажи, а из практических соображений. В лесу к Новому году проводятся такие мероприятия, как рубка в молодняках. То есть убираются елки, буду называть их елками, те, которые мешают росту деревьев. В лесничествах целенаправленно высаживается деревьев чуть больше. Это делается для того, чтобы повысить процент приживаемости. Поэтому елки, которые продаются на рынках, те самые, что мешали росту своих собратьев. Но несмотря на эти факты, некоторые горожане считают покупку живого дерева непрактичным занятием. И все чаще идут в магазины для того, чтобы приобрести искусственную ель. Ведь среди них тоже немало красавиц. Искусственные елочки изготавливаются, бывает методом литья. Это каждую веточку льют из резины. И бывают из ПВХ. Это мягкие такие ниточки. Безвредная пленка из поливинилхлорида. Самый надежный вариант искусственной ели с полностью литым каркасом. Стоимость такого дерева начинается от 20 тысяч рублей. Дерево с каркасом из ПВХ будет стоить от 3 тысяч. С частично литыми частями от 12. Искусственная елка не осыпается и не желтеет. Такое дерево может прослужить более 10 лет. Мы продаем 5 лет. И я знаю, что некоторые елки еще служат. Резина просто, если ее хранить где-нибудь в жарком месте летом, то резина сохнет и портится. А литая елка – это резина. То есть это вылитые резины получат. То есть если ее не жарить летом, а у нас все-таки тепло, то пролежит. Но если ни один из вышеперечисленных вариантов не подходит, можно создать елку своими руками. Создать елку – это отличная возможность провести время с семьей, отмечает Марина Штыкова. Вместе с мужем они уже 6 лет изготавливают новогодние дизайнерские елочки. Нам помог интернет. Мы нашли дизайн той елочки, которую мы хотели сделать. У меня муж просчитал, сколько нужно дерева. Дерево мы приобретали в специальном магазине. И, наверное, где-то неделю он ушел на то, чтобы сделать елочку. Оригинальная и ни на что не похожая елочка, по словам Марины, может радовать глаз круглый год. Порой она становится неотъемлемой частью интерьера, так как на такой елочке можно сделать специальные полочки. В современном мире существует множество вариантов дизайна новогодней елки. Неважно, из чего она состоит. Главное – это настроение, которое она дарит. Александра Гусева, Максим Гусев, Николай Сидоров, Константин Головин. События. Волшебство на рельсах. В субботу самарцы на железнодорожном вокзале встретили необычный поезд. Это передвижная резиденция Деда Мороза. В путь по городам России из Великого Устюга состав отправился 22 октября. Окунулась в сказку и наша съемочная группа. Поезд главного Деда Мороза страны видно издалека. Паровоз, словно новогодняя игрушка, горит и переливается. На перроне не протолкнуться. Доброго волшебника ждут более 600 ребят и их родителей. И минус 10 градусов на улице – не помеха. Здравствуйте, дорогие друзья! Деда Мороза сегодня с вами самара верит в чудеса. И все самое лучшее вам всегда приходит по нашей любимой – российской железной народе. Длинная белоснежная борода, красный нос и посох. К ребятам выходит главный новогодний волшебник – Дедушка Мороз. Из Великого Устюга он выехал еще в октябре. Объехал более 70 городов и, наконец, добрался до Самары. Вместе с ним сказочная свита – любимая внучка Снегурочка и символы наступающего года – крольчата. Ой, друзья, Самара принимает самыми теплыми улыбками и глазами ребят. Нам очень понравилось. А еще, друзья, Дедушке Морозу подарили настоящую космическую еду. Вот это да! Будет интересно потом посмотреть. Первая часть представления проходит на улице. Для ребят приготовили песни, танцы и различные забавы. Некоторым удалось пожать руку новогоднему волшебнику и даже передать письмо с пожеланием новых игрушек и конфет. Если с конвертами пришли не все, то песни и стихи наготове к такой встрече у каждого ребенка. Летит пушистая снежинка смелая, какая чистая, какая белая, дорогу бурную легко проносится, не выйти лазурную, на землю бросится. И пока одни развлекаются на свежем воздухе, счастливчики, чьи родители успели приобрести билет на поезд, отправляются в путешествие по сказкам. Ближе знакомится с командой Деда Мороза и проходит ряд испытаний. К примеру, на смекалку. Белки в нем живут и волки, и в нем растут тубы и елки, и высочайны до небес. Это что, ребята? Нет! Всего в поезде 19 вагонов. Для игр и квестов, ресторан, лавка с сувенирами и, главное, передвижная приемная Деда Мороза. За рассказанные стихи ребятам новогодний подарок. Спасибо. Пожалуйста, друг мой. Держи, милый. У новогоднего поезда очень плотное расписание. Вплоть до 15 января Дед Мороз будет колесить по всей России без выходных. Все для того, чтобы объехать как можно больше городов и поздравить детей и взрослых с Новым годом. Ксения Баканова, События. Самарские физкультурники продолжают борьбу за значки ГТО. На этот раз свою силу, ловкость и стремительность показали клиенты фитнес-клубов. На первом этапе они сдавали силовые нормативы. На втором – бег. Кто пришел на финиш со значком ГТО, узнали наши корреспонденты. Это сейчас Павел Рубцов стремится завоевать золотой значок ГТО. А ведь совсем недавно его лишний вес отрицательно сказывался на качестве жизни. Молодой человек записался в спортзал. Теперь дня не может прожить без занятий и гордиться личными рекордами. Подтягивается на турнике, качает пресс, за полминуты проплывает полсотни метров. Два года я занимался бегом, легкой атлетикой и физкультурный клуб, тренажерный зал. И вот дочь тоже приобщила к этому. В прошлом году она сдала на золотой значок ГТО. И в этом году я решил, а что же я занимаюсь. Уже два года надо отметить уже на доску почета каким-то знаком. Но вот решил в этом году сдать. Для тех, кто хочет получить значок ГТО, городской департамент спорта регулярно проводит задачи нормативов. Для каждого возраста, а это девять наименований, свои показатели. Каждый человек должен быть спортивный, бодрый, сильный. Тебя должен быть готов и к труду, и к обороне. И, конечно, спустя какое-то время этот комплекс был возрожден уже президентом нашим Владимиром Владимировичем Путиным. И сейчас он развивается, развивается очень хорошо. Набирает это движение популярности во многих городах нашей страны. Точнее, почему во многих, во всей России. И Самара, конечно же, не исключение. Мы стараемся также активно развивать это направление. На первом этапе силовом нужно было подтянуться на турнике максимальное количество раз. Отжаться от пола, прокачать пресс, продемонстрировать гибкость, выполнив наклоны вперед. На втором этапе участников сдачи норм ГТО ждала стрельба из винтовки и бег на короткие и средние дистанции. Сейчас у нас будут игры ГТО. Ждем приезд 14 декабря в 48 регионах. В играх мы призерами становимся. У нас хорошие есть. Такие крепкие индивидуумы, которые предовые места занимают. Нормы ГТО сдают уже несколько десятков лет. В советское время обладатели значков ГТО считали героями спорта. Сейчас эта традиция снова вошла в моду. На сдачу нормативов в Самаре приходят целыми семьями и трудовыми коллективами. Ольга Павлова, Сергей Кизоркин, Максим Гусев. События. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС. В нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных!